Материалы присланы в Салтаве. Снаружи снимаю, изнутри. Где будет лучше звук, то и останется. И изображение. Так, поехали. Почему ватсап в таком виде? Потому что слева чужие номера телефонов. Поэтому немножечко кривовато. Но ничего. Начнем с лирики. Внимание. Так, ну что, хорошее начало, согласитесь? Вот. И сейчас продолжаем в таком духе. Читаем письмо из Салтая. Здравствуйте, Олег Константинович. Я еще не сказал от кого, но это специально заманиваю. У нас спрашивают, когда можно выкопать для пересадки саженцев абрикосов и яблонь. Большинство, ну видимо у вас служба же авторитета, правильно? Большинство саженцев абрикосов с наш рост и выше еще растут. Вот. Весной. Кто у нас брал результат? Отлично. Садили в разных районах Алтая. Как вы рекомендовали на холмиках по железному. Не совсем по железному. Оказывается, сто лет назад садили на холмики. Потом халтурщики, которым уже длинные фильмы, начали выдумывать. Посадку десяток этих самых. Закладываем туда полчаса, час. Вот. Готовые это самые ролики, готовые, как их называют, эти самые гонорары. А людям, бедным, дурную работу делать. Поэтому не по железу, а по... Да, как хотите назвать. Спасибо за книгу. Читается легко, поймет каждый. Это вам спасибо. Для меня каждый, кто купил мне книгу, это сразу переходит в разряд близких друзей. С добрыми пожеланиями ко всей вашей семье. Андрей и Елена Капустина. Вот каких зовут алтайцев. Вот. Умудрились прислать лишние 500 рублей для детей. Спасибо вам. Спасибо за холмики абрикосов. Придется еще подкачаться. Чтобы выкапать огромные корни. Ни в какую посуду не затолкать. Вот это горе. Знаете, вот поверьте мне железу. Именно на Алтае и Хакасе, в моей родной, плюс юг Арсенского края, это лучшие места для абрикосов. Ведь растут, бешено растут. В других местах я не виноват. Но вы знаете, прошел год, а они по колено. А то и ниже. А какой у вас, сейчас посмотрим. Так, идем дальше по порядку. Да, спасибо за мед, Андрей. Спасибо за мед, Елена. Вот. Уникальный мед. Какой сот сливой, спрашиваете вы? У нас ее называют Чемальская, да? Нет, сейчас уточим. Вот. Я не знаю, какой это сливой. Таких сортов слив много. Да, Чемальская остатка от Мичурицких садов. Значит, были когда-то? Куда они делись? Вот. Ну, возрождаем. Вот, Андрей. Пожалуйста. Ну, вы представляете, за пол-лета. Как вы капать будешь, Андрей, а? Знаешь, что я делаю? Я тебя немножко сочувствую, но в большей степени злорастую. Ага, связался с Железовым. Получил уникальные косочки. А теперь помучайся. Одному мне, что ли, мучиться? Ну, как, умею я прикалываться? Ну, конечно, без обид. Мы это понимаем друг друга. Вот. Ты пчеловод, я садовод. Теперь у меня мед. У тебя уникальные эти. Вон они какие. Вы что, просто. Как будешь выкапывать? Идём дальше. Сеянцы ваши, косик, этого года. Вот как подписано. Этого года. Вот так вот. Вот Алтай для них это... Посадил всё, само становится ясно. Растёт, как на дрожжах. Значит, горится эта местность. А то надоело это. Нам агроном сказал, нам агроном сказал. И в третьем районе агроном сказал. В четвёртой области сказал. В республике сказал. А опять агроном сказал. Ничего у нас расти не будет. Про абрикос. Посадите его 10-100 косик. Вы сразу увидите. Когда-то так же губили и сейчас губят это всё. А потом говорят, что расти не будут. Да не подходи с секатором. Не перекапывай почву. Ой, что-то я завёлся. А, Андрей. Так. Ну, что, смотрим ещё. Так, кажется, что-то пропустил. Всё, 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 всё. Нет, не пропустил. Итак, по порядку. Ну что? Это всё такое? Это уже все границы переходят. У вас на Алтае сохранились, кроме Барнаульского этого самого, или Института имени Лисовенко, ещё какие-то учреждения поближе к вам? Ну, пусть приедут, поучатся, в конце концов. Ну, тут, по-моему, я вообще ни при чём. Смотрим маленький ролик. Начинают спеть груши. Такие, кому нужно, обращайтесь. Очень вкусная, сладкая груша. Зелёный дом. Капустины. Так вот. Надо будет поискать ваши... Я вот уверен, что... Я ловлю вас на слове. Зачем сказали, обращайтесь? Сейчас будем ваши адресы сказать. Страна должна знать своих героев. Ну, а это что такое? Ну? А это что такое? А я вам сейчас скажу, что это такое. Читаем. Слушаем, слушаем. Здравствуйте, Валерий Константинович. Я был незавезённый моим отцом ещё 50 лет назад. Слышали? Флор из Барнаула. Он её называет пипиншофран. Пипиншофран. Ароматная, запашистая. Белая середина внутри. И хранится хорошо. Крупный до 400 грамм. Таких яблок я нигде не находил больше. Кто можете сказать по этому поводу? Он мне сказал, что тогда их экспортировали. Так. Ну, 50 на 50. Ладно, это я отвечал. Сейчас скажу своими словами. Да, 50 на 50. Дело в том, что пипиншофран имеет очень своеобразную, только ему присущую форму. Неважно, какой пипиншофран. Есть ещё много разных пипинов, полукультурных и культурных. Но они все имеют вот такую форму. Сейчас покажу вас. Я не успел приготовить. Нет. Низ вот такой, а вверх вот такой вот. Да, где-то вот так вот, что я нарисовал пальцами. Вот такой формы. Ваш совершенно не похож. Окраска пойдёт. Она всегда бывает чуть-чуть различаться. А форма не пипина. Почему я сказал 50 на 50? Да за 50 лет это подвой, климат, любое это, перекорёжит любую форму. Поэтому, возможно, это бывший пипин. Так же, как у меня, полно всяких бывших. А сейчас мать родная не узнает их. Ихняя мать каких-нибудь сортов. Помните, это королевский не узнать. Академик стал круглый. Ну, в общем, знакомо. Идём дальше. Итак, пипин не пипин. Можете назвать клон пипина. И тогда не ошибётесь. Внимание. А это что такое? Сейчас узнаете. Смотрите. Это два совершенно разных сорта. Я уже вижу, что пипин слева. Смотрим. А вес-то, вес-то, господи. И 800 грамм. Это 400 граммовые яблоки. Хухры-мухры. Ага. Идём дальше. Слушаем. Справа яблоко жигулёвское. Мы уже перепривали. Крупность сохраняется. Слева пипин шафран. Вот этот наш, который. Удивительные факты. Не удержусь. Сниму отдельный фильм. Так. Были молодые. Резать сад некогда было. Работали. Пасека стояла всегда в саду. Травить нельзя было. Вот это, я думаю, всё и спасало. Вы поняли, чей это ученик? Ха-ха-ха. Резать не было времени. Как у Железова. Тоже не было времени резать. Поэтому и всё получается. А? Эх, Андрей. Эх, Лена. Как бы я вас обнял. Ой. Какое счастье иметь таких друзей. Вот. Ну, ладно. Ещё. Вы меня не просили. Или, может, просили. Так. Вы меня поздравляли с днём рождения. Спасибо. Так. Ага. Ну что, сдаётесь? Наш адрес. Алтайский край. Алтайский район. Село Сараса. Улица Красноармейская, 30. Капустин Андрей Анатольевич. Или Капустина Елена Агафоновна. Вот. Значит. Надо сделать бы так. Повторить. Алтайский край. Алтайский район. Село Сараса. Красноармейская, 30. Капустина Андрей Анатольевич. Капустина Елена Агафоновна. А медок какой у них. Ой. У Андрея Сири. А медок какой. Ой. А теперь у них ещё много чего будет. Я считаю, что им надо брать свои руки. У них руки волшебные. Вот знаете, бать такие люди. У одного не растёт, другого растёт. У одного растёт, другого не растёт. Вот у них растёт. И, наверное, мне так кажется, им надо выходить. Брать под свою пеку уже. Ну, как бы заместители Железова по Алтайскому краю. Вот. Настолько мои ученики всех опережают. Вот. И на вопрос я ещё не ответил. А если вдруг я вам первым вышлю этот фильм, если скажете убрать Алтайский край, Алтайский район, село Сараса, улица Краснодарская, 30 убрать, уберу. Вот. Но я надеюсь, что вы этого не сделаете, и у вас появится уже своя клиентура. Вот. А у меня, впрочем, вы меня теперь свои за полцена выписываете манджурские абрикосы. Смесь манджурских абрикосов. Смесь Амура выписываете. Сеянство Амура. Вот. Шлёпаете сотню за сотню и продавайте. Так же, как мёд продаёте. Наверняка мёд продаёте. Вот. Ну, а теперь ответ на вопрос, что вообще-таки это учебный фильм должен быть. Когда пересаживать? У вас и у меня время пересадки, я считаю, когда лист брошен, выкопали пол кроны, чикнули и пересадили. Ну, а смотреть по корням. Может, три четверти кроны надо чикнуть, а потом пересаживать, то есть отрезать. Вот. Почему? Чтобы для лучшей проживаемости. А почему поздно? А чтобы в рост не пошли. Сейчас пересадите, а он возьмёт, начнёт это дальше расти. А всё, что это, проснётся, всё зимой замёрзнет. Итак, делаем позже. А какую я дату назвал? В районе первого октября. Может, вот так. Пожалуй, подойдёт такая дата для вас. Вот. И, если вы занимаетесь, так же, как Сергей Железов, осенью пересадил, весной уже в горшках привил. Это один вариант. Я же говорю, как с профессионалами будущими. А для просто обывателей, для тех, у кого над каждым саженцем надо трястись, переживать, жалеть, ночами не спать, пересаживайте весной. Так. Доклад окончен. Поздравляю вас, друзья. Вот. Кажется, мне повезло. Не знаю, как вам со мной, а мне повезло. А мёд-то отборнейший. А я вам ещё, скорее всего, что-то должен. Больно мёд хороший. Да так много. Вот. Чувствую себя не виноватым, а, как бы сказать-то, ну, как бы сказать-то, неуютно. Такой роскошный подарок, такая посылка. Ай-яй-яй. Так, всё, благодарю за внимание. Вот сейчас выберу или с компьютера сделаю копию, вышлю брату, чтобы он оформил фильмом с титрами, с музыкой, или с этого самого, или с видеокамеры. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.